Образование Образование никогда не стоит на месте. Его предназначение — бесконечное развитие и совершенствование. Ведь как иначе можно давать актуальное знание и умение, если современная жизнь движется вперед семимильными шагами, и даже за год многое меняется. Педагоги Светлогорщины ориентированы на то, чтобы качественное образование было доступно каждому ребенку. Старт к высоким результатам начинается с детства. В нашем районе выполняются все показатели государственной программы образования и молодежная политика. Более 3700 детей в возрасте от полутора до семи лет охвачено дошкольным образованием. Открываются новые формы. 17 материнских школ, 9 групп выходного дня, 17 вечернего пребывания, 57 адаптационных и 11 прогулочных групп. Лидерами в вопросах внедрения новых форм, в том числе и на платной основе, являются дошкольные учреждения номер 1, 5, 18 и 22. Движению вперед и обеспечению качества образования способствует реализация инновационных проектов. Сочетание понятий дошкольник и экономика у многих вызовут вопросы и недоумения. А вот педагоги, если и сада номер 24, легко дадут на них ответы. С целью формирования основ экономической культуры у детей дошкольного возраста в этом учреждении работает экспериментальная площадка. На повышение уровня языковой культуры обучающихся в современном образовательном пространстве направлена работа инновационной площадки, начавшая свою деятельность в 2019 году на базе дошкольного центра развития ребенка номер 1. Во всех дошкольных учреждениях активно ведется работа по формированию у ребят основ безопасности жизнедеятельности. Опыт работы в данном направлении был представлен педагогами «Если и сада номер 5» на заседании совместной коллегии МЧС Беларуси и России МВД Казахстана в Могилеве. В течение учебного года педагоги дошкольных учреждений активно делились опытом работы в рамках областной творческой лаборатории. В составе областной творческой группы были проведены мастер-классы, семинары, практикумы и презентации. В День знаний, открывающий новый учебный год, 26 учреждений общего среднего образования гостеприимно встретят в своих стенах около 9 тысяч учащихся. Первый раз в первый класс пойдут более 900 первоклассников. Общественный заказ в образовательной сфере заключается в подготовке гражданина, верного своей стране, человека, способного создать полноценную семью, заботиться о себе и своих близких, трудиться и жить активной творческой жизнью. Профильный старший испытений, профориентация — это фундамент для определения выпускниками светлогорских школ своего дальнейшего жизненного и профессионального пути. В 2019-2020 учебном году 48% учащихся 10-11 классов были охвачены профильным образованием. 44 группы профильного обучения по 9 учебным предметам посещало более 400 ребят. Самый широкий спектр учебных предметов для изучения на повышенном уровне представлен в средних школах номер 5, 10, 12 и гимназии города Светлогорска. Организованы занятия профессиональной направленности. В средней школе номер 9 учащиеся обучаются в педагогических группах, продолжают работу спортивные классы в средних школах номер 9, 12 и Парижской средней школе. С 1 сентября 2019 года учащиеся Чирковической средней школы имели возможность учиться в группе аграрной направленности. Результат не заставил себя ждать. Ребята стали призерами республиканского форума для учащихся и педагогов Агрогиада-2020. Успех учреждения образования измеряется успехами его учеников. 43 учащихся школ района стали победителями и призерами областного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам, а трое одержали победу на заключительном этапе. Учащаяся средней школы номер 10, Моисеева Анастасия стала победителем заключительного этапа Олимпиады Союзного государства школьников «Беларусь и Россия. Историческая и духовная общность». Бураков Дмитрий, выпускник средней школы номер 8, поднялся на пьедестал почета Международной олимпиады по информатике. За прошедший учебный год учащимися школ района было завоевано более 120 наград на областном, республиканском и международном уровне. Лесомый вклад в копилку побед принесли учащиеся гимназии из средних школ номер 8, 10 и 12. Много лет одним из лидеров образовательных учреждений Гомельской области является гимназия города Светлогорска. По итогам деятельности за 2019 год гимназия занесена на областную доску почета. Большое внимание в районе уделяется инклюзивному образованию. В учреждениях представлены равные возможности для обучения детей с особенностями. Охват специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью и обеспеченность системы специального образования квалифицированными специалистами составляет 100%. Работа по созданию и преемственности инклюзивного образования в Светлогорском районе, представленная Центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Еслями-садом номер 12 и средней школой номер 6, получила высокую оценку на выездном семинаре председателей Советов депутатов в Гомельской области. На сегодняшний день особое внимание уделяется формированию социальной компетентности в выборе профессии, получающихся с особыми образовательными потребностями в условиях интеграции. Для решения этих вопросов на базе средней школы номер 6 и Центра творчества детей и молодежи Ювента начала работу инновационная площадка. Педагоги специального образования района транслировали свой опыт работы на областном и республиканском уровнях. По итогам республиканской выставки презентации создания электронных образовательных ресурсов и использования информационно-коммуникационных технологий в практике работы учреждений образования учитель-дефектолог специального ясли-сада номер 17 Назаренко Тамара Владимировна заняла первое место. В социализации ребят с ограниченными возможностями способствует творческая деятельность. Воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации средних школ номер 6 и номер 11 принимали участие в областном экологическом конкурсе «Зелёный витамин». В областном этапе республиканского конкурса «Олимпийский огонь зажигает сердца». Ключевой ресурс системы образования — это высокопрофессиональные педагогические кадры. Профессиональный рост учителя — это задача не только государственная, но и личностная. Современная модель образования предусматривает постоянное повышение уровня и спектра компетенции педагогов. В районе создана широкая методическая сеть. Работает 38 районных методических формирований, 5 межшкольных методических объединений, 11 школ молодого специалиста, 7 мастер-классов, 21 опорное учреждение, 6 творческих групп. Педагоги презентуют опыт своей практики на республиканских и областных мероприятиях, активно публикуются на страницах предметных изданий. В минувшем году курсовую переподготовку прошли 306 учителей и воспитателей. Стимулом для развития профессионального качества педагога являются конкурсы профессионального мастерства. 35 педагогических работников приняли участие в районном этапе республиканского конкурса «Педагог года». Учитель гимназии Евзрезова Елена Владимировна стала финалистом, а воспитатель «Если и сада номер 18» Порохневич Марина Андреевна – лауреатом второй степени областного этапа республиканского конкурса. Система дополнительного образования Светлогорщины успешно позиционирует наш район как регион, в котором большое внимание уделяется развитию творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков. В районе более 4,5 тысяч школьников занимаются в учреждениях дополнительного образования. Ребята принимают активное участие в концертах и мероприятиях, организуют выставки декоративно-прикладного и художественного творчества и, конечно, представляют наш район на различных конкурсах и фестивалях. В этом учебном году многие мероприятия перешли в режим дистанционного проведения. Наши педагоги и учащиеся смогли не только быстро соориентироваться в меняющихся обстоятельствах, но и показать достойные результаты. В течение прошлого учебного года юными светлогорцами было завоевано более 350 дипломов областного, республиканского и международного уровня. В период летних каникул учащиеся нашего района отстаивали честь Гомельской области в республиканском слете поисковых отрядов, команда Центра творчества детей и молодежи Ювента и слете юных экскурсоводов, команда средней школы номер 10. Успешное выступление позволило пополнить копилку достижений дипломами республиканского уровня. Результативность участия ребят в творческих конкурсах позволяет ежегодно занимать лидирующие позиции в областном рейтинге. Календарь массовых мероприятий нашего района очень насыщен. Концерты, фестивали, конкурсы, акции и многое другое. Особенно запоминающимся и ярким событием стал зимний бал для учащихся старших классов. От танцующих пар невозможно было отвести взгляд. Они приковывали внимание зрителей, заставляя публику замирать от восторга. И участники, и зрители бала единодушно решили, что он должен стать традиционным. 2020 год – год 75-летия Великой Победы, знаковый для всей нашей республики. Учащиеся школ города и района принимали активное участие в гражданско-патриотических мероприятиях. Республиканская героика патриотической акции Великой Победе 75. Международной акции памяти по славу общей победы. Областной патриотической акции «Помним! Не забудем!» и многих других. Уже давно для нашего района стало традиционным проведение районной церемонии награждения одаренной молодежи «Радуга талантов» и районного бала выпускников. В этом году ребята принимали поздравления в новом формате через интернет. Это позволило большому количеству людей узнать имена учащихся, которые прославляют наш район. Одной из самых значимых побед юных светлогорцев стало первое место команды гимназии в финале республиканского конкурса «Энергомарафон» в номинации «Культурно-зрелищное мероприятие». И, конечно, самым веселым временем для школьников стали каникулы. Для того, чтобы сделать отдых ребят безопасным, насыщенным интересными событиями, в районе работало 38 лагерей дневного пребывания, которые смогли посетить 1014 учащихся Светлогорщины. А еще 286 ребят этим летом смогли отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Космос». Основная цель работников отрасли образования Светлогорского района — обучение и воспитание подрастающего поколения. Ведь именно педагоги в ответе за будущее страны, ее образованность, интеллектуальность, высокие нравственные принципы. Совсем скоро стартует новый учебный год. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году нашими воспитанниками, станут основой для процветания учреждений образования Светлогорщины. Светлогорщины Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова